Выводы к себе самые критичные, потому что есть небольшие ошибки, которые нужно отшлифовать, над ними поработать. И у меня остается практически год, меньше года, чтобы поработать над ними и сделать себя еще совершенствовательнее. И чтобы победить. Выводы к себе, как спортсмены, это сдвиг по медалям. И возможность на выступления на следующих соревнованиях, оправдание своих тренировок, надежд своих близких, родных. Как человека переполняла гордость. Рад был, что вообще туда поехал. Рад, что мне предоставили такую возможность, доверили. И когда находился там, откровенно говоря, все могут говорить, что мы ехали туда, очень опасно. Все было очень громко по этому поводу. Но лично для меня это такой грандиозный праздник был. Мне было приятно там находиться и бороться. Потому что на мне здесь, на груди, был герб Армении, а сзади моя фамилия армянская. Я смог привести медаль, про что заговорили многие, что я смог завоевать медаль в Баку. Ну, это людям судить. Думаю, что нет. Окружающим виднее. Думаю, что вы получили медаль в Баку. Думаю, очень. Потому что лично моя мечта тоже была, чтобы в Армении был такой центр. Этого очень не хватало для нас. И думаю, что многие здесь будут заниматься. И от этого будут зависеть большие результаты. Думаю, что это очень поможет нам. Чтобы вы решили об этом, чтобы вы ее создали сми. Как вы решили некоторых, которые вы создали об этом, чтобы вы создали мосты, как вы решили об этом году. Вы знаете, что вы его фотографии сми. Вы знаете, как вы начнете? Я, если вы решили. Ну, ты что, вот как вы видите. И все равно атмосфера имеет значение, думаю. Но по-большому вы правы для меня. Я всегда говорил и буду говорить, что я могу готовиться в любом месте, в любых условиях. Но это не значит, что нужно готовиться именно в плохих условиях. Эти условия намного лучше, чем те, которые мы готовились на чемпионаты мира, на Олимпийские игры. И ребята готовились. Думаю, что если мы дальше будем здесь готовиться, здесь в психологическом плане будет комфортнее. Пока ничего не планировал, но надеюсь до окончания этого года где-нибудь выступить. Может быть на каких-нибудь коммерческих соревнованиях еще раз проверить свое состояние, подарить кое-что зрителям и приобрести какой-то дополнительный опыт. Думаю, что да. Моника, счастье, понятие растяжимое, оно заключается и в здоровье, и, к сожалению, в деньгах. И в людях, которые тебя окружают, и то, чего ты можешь добиться. Это делает тебя счастливым. Когда ты что-то делаешь, к чему-то идешь, получаешь именно тот результат, который тебе хотелось, появляется это слово «счастье». Я не знаю, что это такое. Я пытался подобрать что-то, но не получается. Ну, в кавычках. Вообще, очень боюсь болезней своих родных и здоровья. Люблюсь видеть их счастливыми. Боюсь, их слез, печальнее. Вот этого больше всего боюсь. Одна из самых важных чертов в человеке – это вера в Бога для меня. Когда человек не верит в Бога, мне тяжело подпустить этого человека к себе близко и вообще поверить в него. А еще я, конечно же, говорю, что это моя не очень хорошая черта – доброта. Но, с другой стороны, я оценю доброту. Когда человек злой, это все не то. Когда добрый, тогда совершаются светлые дела, хорошие поступки и приятные эмоции. Я не знаю, как я буду в старости. Но сейчас я хочу проводить свое время. Может быть, его мне не хватает, поэтому. Но я хочу проводить семью. Я очень хочу большую семью, много детей, этого тепла. Ну и, надеюсь, построю тот дом, который я уже очень давно хочу. Я много думаю над этим, какой у меня будет дом. Он должен быть необыкновенным, где-то простым и очень теплым не только для моих родных, но и тех, кто посещает его. Это сложно. Как подобрать нужные слова и подход к человеку, который не идет сильно на контакт? Второй вопрос. О чем думают женщины? На что я отвечу? Это никогда не разгадать никому. И третий. Не знаю, пока не могу ничего подобрать. Продолжение следует... Где-то связанное, может быть, со спортом и со школой. Наверное, в плане организационном что-то с этим, с организациями. Как хорошего человека, по-моему, и, конечно же, как альпийского чемпиона. Мне хочется, чтобы запомнили меня как зрелищного спортсмена на ковре. Потому что есть много спортсменов, которые чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Но когда просматриваешь их биографию, за весь период соревнований ты видишь только одни замечания, предупреждения. А этот человек является чемпионом мира. Я таким не хочу являться. Хочу очень стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Но хочу показать всему миру частичку того, чего сейчас не хватает немножко. Все краски борьбы. Недавно хотели исключить борьбу из олимпийского вида спорта. Можно сказать, один из первых видов спорта вообще человеческое за все существование спорта. Хотели просто исключить из олимпийского вида. Потому что люди не видят то, что умеет борьба, что может борьба. А если я и другие люди будут пытаться показывать именно то, что в последнее время не может показать никто, то, что люди начнут говорить лучше. Как доброго, порядочного человека. Что еще может быть лучше? На грани славы тебя многие помнят. Но это очень быстро забывается, к сожалению. Единственное, как могут о тебе заговорить после ухода из спорта или вообще из жизни. Это как о хорошем человеке, порядочном. Или вовсе могут не заговаривать. Я бы выбрал, чтобы о мне не говорили громко, но говорили доброе. Все. Я бы поблагодарил. И если бы это было бы возможно, прикоснуться, может быть, к ногам или если можно к руке вещам чему-либо. И если бы я его увидел, то это было бы самым высшим счастьем, которого я бы испытал. И я бы предлагал, как говорили «Ба-Мацов-Бхазти». И здесь я бы сказала, что «Ба-Мацов-Бхазти». И он был «Малбандьян-Сура». И это был фильм «Марик». И это был фильм «Марик». И это был «Дерасан». И Ричард Герн». И у него есть «Витни Хуст». И у него есть «Илька». И он был «Матог». Аль-Экзамдр Матидомски. Россия и Румяне, Москва. Как у вас есть бренд? Смокинг. Сидас Чашат Асакар? Румянская кухня. Инстинкт хануэксизин ванасны? Говорят, она черного льва похожа. Красивой журналист. Редактор субтитров А.Семкин